МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Женя, ты, конечно, преувеличиваешь, но даже то, что ты сказал, даже если это неправда, уже мне очень приятно. Нет, это правда, потому что даже, скажем так, ревнивые такие коллеги по цеху, как Александр Борисович Крадский, который, как известно, открыл всех, начиная от Битлз и кончая Башлачева, он признает, что мы с Наминым основали рок-культуру в этой стране. Вы, кстати, когда впервые пересеклись с Александром Борисовичем Крадским? Где-то в конце 60-х. Кто раньше взял в руки инструмент? Я не мерялся в этом смысле, не знаю. Вот у меня была первая группа была в 64-м. Называлось, втроем мы играли, называлось «Чародей». Играли какие-нибудь каверы на английском языке? Не поймешь, чего играли, даже не каверы, а просто какие-то рок-н-ролльного типа, что-то такое. То есть это был период еще Суворовского училища? Да, самое начало Суворовского училища. А как вообще в Суворовском училище? Мне казалось, что в Советском Союзе, в контексте тоталитарного государства, военное заведение, как вообще относились к тому, что мальчики занимаются? Вообще очень хорошо и никак не относились в этом плане. Больше того, я скажу, что было, наверное, 3 или 4 у нас группы в этом Суворовском училище. На филях я учился 7 лет. С 7 лет, как у меня. И вот где-то на втором, не помню, это 64-й год. А там было где-то 4, насколько я помню, 4 рок-группы разных. Например, более советская, менее, но тем не менее играли на электрогитарах, что-то такое там. И где эти двое подельников, которые вместе со Стасом Амином начали? Погибли оба. Один в какой-то экспедиции на корабле отравился консервами. Такая Слава Веселовская. Это еще в советское время? Да, да, да. А второй, вот лет 10 назад попал в обстановленную катастрофу. Я, на самом деле, изучил достаточно пристальный, как мне кажется, пристрастно сайт персональный. И обнаружил то, что музыкант, режиссер, композитор, вот это все, но это вся страна знает. Ну, то, что путешественник, ну, кто у нас не путешественник, да. Но удивился, что Стас Амин, он еще, ко всему прочему, фотограф и художник. Ну, я фотографией занимаюсь довольно давно, практически с детства. Но заниматься что значит? Это профессиональное занятие? В 90-х нет, ну, в детстве, конечно, нет. А где-то уже в 90-х уже у меня были выставки. В Мале же персональная выставка была полной манипуляции. Хорошо, когда была последняя, так в первой я понял, что в 90-х. Фотографией так я сейчас не очень сильно занимаюсь, но очень серьезно. Поэтому у меня вышли альбомы довольно интересные. Но выставки, как таковой, не было. Но альбом из уст музыканта, конечно, воспринимается как запись музыки, а здесь это... Нет, нет, альбом, я имею в виду, альбом фотографический. А не приходилось самому оформлять музыкальные альбомы своими работами? Оформлял иногда. Да, было дело, я это к стыду своему не знал. Про что мы говорим? Даже кажется, я же не помню, даже кажется, Юра Шевчук в моей фотографии оформлял свой альбом. Тот самый? Да. Юра Шевчук. А еще есть кто-то? Ну, я не знаю, это не самая редкая фамилия. Я помню был случай, когда кто-то не знал, кто он, и спросил, Юра, как ваша фамилия, как у вас заход? Был такой случай, Юра Музыкант, а оттуда и пошлось Юра Музыкант. Поэтому, если ты говоришь Юра Музыкант, да-да-да. Да, поэтому, ну, правда, мы не можем сказать про Микоэна, что он Стас Музыкант, потому что палитра очень большая. И я хотел бы узнать отношение к слову авантюрист. Мы можем сказать, что Стас Намен авантюрист, потому что он мутил авантюры. Никогда авантюры не мутил. Разве попытка устроить турне с мумией Владимира Ленина по всему миру, это не было авантюрой? Такой попытки никогда не было. Было хулиганство, как проект хулиганский, просто подначить Ельцина. То есть, это не было действительно желание осуществить это? Я действительно посчитал, оказалось, что там получилось около 4 миллиардов прибыли. Потому что идея была в том, что... Миллиардов мы говорим про долг. Долларов, конечно, да. А еще бывают какие-то миллиарды. Евро. Нет, тогда не было евро. Это было в 91-м, как он только пришел к власти. В 91-м, 92-м, я не помню. И я тогда предложил провести мумию Ленина, которая лежит в Мавзолее, по всему миру. Да, я помню, как это был скандал вообще. Идея была в том, чтобы сделать декорации Музфильму, заказать декорации Мавзолея. И реально в Карнеги-Холл, во всех крупнейших залах Роя Альбер-Холл, по всему миру стояли бы на сцене огромные мавзолеи. Внутри была реальная та же самая холодильная ситуация. И все схемы, чтобы поддерживать мумию. И охраняли бы те же самые люди, которые здесь охраняют. Чтобы те богатые, как бы, хозяева мира заходили бы туда, а там говорили, так, так, не задерживаться здесь вот, обогнули, близко не подходить. Чтобы у них так холодок прошел, чтобы они представили себе как... А на выходе сопутствующие товары, мерчендайзинг. То есть вот эти все бюсты, которых у нас было, не знаю куда девать. Да, просто немеряно. И все это было примерно рассчитано на весь мир. От Австралии, Японии. Так это было все-таки рассчитано? Это был стёб или все-таки бизнес-вещей? Нет, это рассчитано было. Идея реальная, никто не собирался это делать, всем понятно было, что не разрешат. Но как идея, она была просчитана. Получалось около 4 миллиардов прибыли. Которые я предложил все до последнего цента отдать пенсионерам, которые вот в связи с экономической реформой, начало до коллапса, хоть как-то бы дожили по человеческой жизни. Красивая была вообще идея. Да, но оттуда сверху у меня не ответил, конечно, ни Ельцин, никто, даже рядом. А зато я нарвался на то, что коммунисты говорили, как вы смели трогать мувзолеи. А я им говорил, ну как же так, вот смотрите, у вас очередь стоит мувзолей, а в музее истории, исторический музей, где Ленина, как бы его деяние, там ни одного человека. То есть, как в цирк посмотреть, как он сморщился. Это разве не стыдно? Наоборот, нужно. А тут вместе с музеем историческим, чтобы было понятно, что не только вот он, а кто он. Но это не помогло. А демократы меня, соответственно, кляли в том, что как же я могу пропагандировать Ленина, когда он такой вот. Значит, Ельцин не откликнулся, а Горбачев, если верить лидеру небезызвестной германской группы Scorpions, откликался. Я читал его большое интервью в журнале Rolling Stone, где он говорил, что Намин устроил встречу нам, музыкантам, с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Ну да. Ну а как это происходило? Это мобильный же тогда не было, не было же телефона Горбачева. Как вот технически Намин договорился с Горбачевым про Scorpions? Вот как это вообще все было-то? Ну как-то вот однажды в жизни, когда уже Горбачев пришел к власти, получилось так, что вообще лидеры страны время от времени собирают или собирали, сейчас не знаю, собирают или нет, как-то доделали такую встречу с интеллигенцией российской. Ну вот Юра Музыкант, он собственно садил за эти встречи. Да, вот Юра Музыкант был как раз там, а меня никогда не звали на эти встречи. И вот один раз получилось, что меня призвал Горбачев на встречу на эту. И там я ему сказал, что вот есть такая тема, значит вот, и он сказал, да, интересно. И дальше мы начали уже в протокольном порядке все это делать. Поэтому это оказалось не так сложно, хотя и случайно. Но, кстати, меня больше никогда не звали, это один раз только, и последний. Поэтому я вот за цедуру, меня кто-то решил на интеллигенции назвать, но потом опомнились. По поводу Кремля. Концерт в Кремле. В каком возрасте музыкант Намин для себя, в принципе, перекинул, что да, возможно, я буду выступлять в Кремле. Ясно, что не в Суворовском училище, ясно, что не в 20 лет. Это было немыслимо вообще подумать, что с таким репертуаром. Как это, когда пришло в голову? А почему это должно приходить в голову? А как пришло в голову вообще идея выступить в Кремле? Почему была выбрана это в прошлом году? Очень просто все было. Значит, наши вот устроители концерта исходили из того, что экономических выгод. То есть они сами платили, им надо было думать, что. И оказалось, что мы собирались выступить в арене, там же, где Андрей выступал, где арена. Андрей Макаревич. Ну да, а еще есть Андрей. Ну, Державин. Нет, я сейчас имею в виду, кто играет. Вот. И оказалось, что предложение, что Кремль дешевле, для них им удобнее Кремль. Мы вообще не думали про это. Мне было совершенно все равно где. В Кремле я был на концерте Стинга, был на концерте Дэвида Боя и еще много разных. И мне совершенно не ассоциируется Кремль с властью. Это просто зал, который находится там. Поэтому там выступает. Я думаю, что когда Стинг там выступал, он тоже не думал о том, как он связан с советской властью. Я думал, что... Я полагаю, что все-таки... Ну, конечно, нет. Нет? Ну, конечно, нет. Ну, конечно. Что, от этого репертуар поменял? А, кстати, насчет репертуара. Очень смело вводится новый материал в концертное выступление. Хотя мы знаем, что люди, которые приходят на концерты, которые не покупают вышедший альбом, они, как правило, хотят слушать опробированные хиты. Это тоже является авантюрой, мне кажется. А в чем авантюра? Ну, то, что новый материал ведь не заходит, как правило, на концертах. Почему? Заходит, да. Просто, если... Во-первых, этот концерт был юбилейный, все-таки полвека группе. И мы обязаны... Ну, пиццветы мы, так, наверное, для тех, кто... Ну, пиццветы, у меня другой нету, да. Ну, на всякий случай, для зрителя. И за полвека мы довольно много песен спели, которые, в общем, знают люди. И мы были обязаны, конечно, их спеть. Поэтому новые песни, они не вместо известных были, а и то, и другое. Поэтому концерт довольно длинный оказался. Из новых песен, что можем считать удачей, что не выстрелило. А что такое выстрелило? Ну, стало хитом, ратируется на радио. Ничего, у нас песни не ратируются, ни старые, ни новые на радио. Нет, ну, старые все-таки я периодически слышу на различных станциях. Ну, может быть, я не знаю. Ну, и тот знаменитый альбом цветов, ну, где «Звездочка моя». Да, это не альбом, это маленькая пластиночка. Ну, она голубая такая пластиковая была. Ну, это постоянно слышится. Ну, может быть, крутит ее, да. Ну, во всяком случае, нас никто не крутит вообще. Почему? Это интересный вопрос, я не знаю, как ответить. Нет, ну, неужели никогда не приходилось задумываться, почему? То есть... У меня нет времени задумываться, ну, честно говоря. Ну, я не знаю, почему. Я просто понимаю это как кокетство, все-таки, мне кажется. Почему? Потому что человек, который работает на публику, не пишет в стол философский труд, который может выстрелить через 100-200 лет, а пишет в постнике, он хочет, чтобы эти вещи люди услышали и оценили. Конечно. И у нас в Ютьюбе все есть. И в сайтах, и в Ютьюбе все абсолютно есть. Поэтому там, где нет цензуры, там, где нет редакторов, которые, как бы, принимают решения, там у нас все в порядке. А вот все музыкальные каналы, которые есть... Вот, например, да, кстати, что вообще нас нигде не показывают, это тоже неправда, потому что нас не показывают музыкальные каналы. Вот музыкальные каналы ни один, ни радио, ни телевидение никогда нас не показывало, ни разу еще. Почему? Это не формат так называемый? Я не знаю. Наверное, не формат по отношению к тому, что сейчас существует. Но так вообще, вот, 50-летие показал первый канал. Нас показывает, канал Культура показывает, там, ОТР показывала нас. Поэтому не музыкальный канал, а нас показывают иногда. Я смотрел фильм, который был посвящен дате знаменательной юбилея группы «Цветы». А какой это фильм? А? Какой фильм? Как же он называется? Вот «Бэкстэдж», с которого... А, ну, это не фильм посвященный. Это просто во время концерта. В время концерта, да, были записаны синхроны. Те, кто принимал участие. Я об этом ничего не знал. Какие-то ребята... Такой «Бэкстэдж», да, это, по-моему. Так и называется, по-моему. Ну, это не посвященный концерту. Это просто вот я расскажу. Ну, с концерта, то есть материал... Фильм, который по секрету, значит, от нас был сделан кем-то, когда мы готовились к концерту. Просто в тот день, перед концертом, они снимали вот за кулисами что-то. Кого-то брали даже интервью, как оказалось. Я это не видел ничего. А потом мне дали готовый фильм, который называется «За кулисами». Так и называется. Поэтому он не посвящен концерту. Он просто как бы... Хорошо. Не будем придираться к пробировкам. Я к чему? Что понятно, что там Сукачев, в жизни которого... Мы знаем, какую роль сыграл Стас Намин. Там понятно, что там Мазаев. Откуда там Жанна Агузарова? Откуда вот... В смысле, откуда где Жанну Агузарову? Откуда мы знаем Жанну Агузарову? Как Намин познакомился с Агузаровой? Я не помню, как. Но она приходила ко мне кучу раз в Центр. А как познакомился прямо, откуда я знаю. Ну, 100 лет, это сколько лет? 35. То есть, ты знаешь что? Если говорить о том, кто участвовал в концерте. И кто участвовал в этом фильме, соответственно. То это совсем никак не связано с какими-то знакомствами. Ну, то есть, это не друзья? Друзья. Но их, ну, наверное, можно 50 позвать было. Тогда был бы не концерт, а такой многодневный фестиваль. Поэтому так нельзя говорить. Вот этот, а вот этот. А вот я, когда готовился к нашей встрече, нашел очень интересный материал с Сатьей Казановой. Где под ситар, под индийский. Я, честно говоря, даже не узнал ее. То есть, она настолько поет по вот с этими интонациями. Она реально очень хорошо поет индийскую музыку. Любит ее. И искренне к ней относится. То есть, я поэтому ее позвал. А, то есть, приглашение было потому, что она с этим материалом работала. Ну, а как же. А я не знаю, я поэтому и спрашиваю. Не с этим материалом она работала. Она просто любит индийскую культуру. И действительно вникла в нее, и поет действительно с правильными эмилизмами. Искренне очень. Ну, а потом она очень хорошая человек. Все-таки при работе, при кастинге, в команду, с кем работать, вот этот фактор человеческого, он превалирует над профессиональным? То есть, условно говоря, есть два режиссера, которые хотят снять фильм. Я понимаю вопрос. Могу сказать. Профессионализм, он выносится за скобки. Он обязательное явление. То есть, человек хороший. По словам он обязан. Да, конечно, человек хороший, а не профессионал, такого не бывает. Поэтому вот из тех, кто профессиональный, конечно, превалирует человеческий фактор. А профессионализм, он просто за скобку выносится, как без этого разговаривать не о чем. Градский Александр Борисович, который часто, по-моему, в наблюдении путает некоторые вещи, сказал мне, что однажды зашел в гости к нами, но увидел там Йокоона, жену Джона Лена. Да, у меня был Йокоона, но Градский там был, я не помню. Так, интересно, а Йокоона что делал, с ней тоже какие-то были? Ну да, мы друзья с ней, я у нее бываю в гостях, а она у меня. Ну, совместного ничего не было? Совместного какого? Чего? Ну, что, что-нибудь было записано, что-нибудь было? Ну, на что она умеет делать? Ничего себе! Вот это как Джон Леннон считал, что она что-то умеет. Нет, он просто любил ее как человека, как женщину. Поэтому позволял ей там фентифлюшки разные устраивать. Конечно, она к музыке не имеет никакого отношения. Вот, друзья, меня понял, а как с музыкальными увлечениями? За прошедшие годы, допустим, отношения к Битлз, если мы про ее кону вспомнили. У кого? Ну, у кого? Не у Градского уже. Мне кажется, даже странно спрашивать. Почему? Потому что, если уж говорить про кумиров, то у меня вот только одни, они и кумиры. То есть, из отечественных кумиров вообще нету? Отечественных? Я на русском языке пел. А здесь есть кто? Кто-то? Да. А что такое кумиры? Ну, человек, которого переоцениваешь, мне кажется, если берешь его реальный вклад, и к нему относишься лучше, чем он того бы заслуживал. Тогда Битлз тоже не кумиры. Да? Потому что их переоценить невозможно. Они просто гении времен и народов. А вот всегда это такой дежурный вопрос, когда говорят коньяк или водка, борщ или текила. Битлз или Роллинг Стоунс? Ведь очень многие отдают предпочтение. Меня Володя Кознер, кажется, спросил то же самое. Да, да, да. И я ему ответил так же, как тебе отвечу сейчас. Понимаешь, Битлз – гений музыки. Как? А Роллинг Стоунс – гений рок-музыки. Поэтому музыку Битлз исполняют симфонические оркестры. А музыку Роллинг Стоунс… А музыку Джаггера и Ричардса не исполняют симфонические? Ну, пару можно исполнить, но так трудно. Они Битлз – гении музыки. А эти ребята, конечно, великолепные, концертные… Но не только концертные, они еще и великолепные музыканты. Я очень люблю Роллинг Стоунс. Это моя очень близкая группа. Знакомы? Ну да, знакомы. Ну, так просто так сказать. Да, знакомы. А что-нибудь из… Больше того. Кис Ричардс пригласил на запись своей пластинки. То есть я участвовал в его сольном альбоме «Talk is cheap». Это когда они поссорились с Джаггером в свое время. Он начал делать свои альбомы. На чем? Ну, там мы хулиганили непонятно на чем. А вообще там Том Уэйтс, там еще компания хорошая. Серьезно. А молодежь у нас есть на этом поприще, на рок-поприще? И на Западе, и у нас те, которые могут для кого-то стать кумирами? Ну, конечно. Да кумиры вообще непонятное слово. Для кого хочешь, кто хочет, может быть кумиром. Ну, вот, допустим, рекордсмен просмотров на том же Ютьюбе – это Сергей Шнуров сейчас. Ну, а почему нет? Существует мнение, что именно за счет употребления ненормативной лексики так популярен? Нет, это неправда. Я не считаю так. Он действительно очень талантливый человек. То есть там есть драйв какой-то? Конечно. Это рок-музыка? Да, я бы сказал, да. А как вообще рок-музыку можно отличить от не рок-музыки? Не знаю. Ну, как вот. Трудно. Вот про Битлз же многие говорят, что ну какой же… Ну, они просто не понимают. Битлз или те, кто говорит? Я бы некоторые группы, работающие в хэви-метале, я бы их не назвал бы рок-музыкой. Потому что длинные волосы, громкая эта самая, и там… Кожа. И кожа, и там барабаны, это еще не… да. Это скорее цирк, скорее как бы музыкальная эксцентрика. Хорошо. Вернемся к новому материалу. Вот из нового материала что самому нравится? Вот если бы… Все. Ну как? Ну надо выбрать, допустим, одну песню как заставку для программы «Золотая». Ну любую можно выбирать. Ну какую… я хочу услышать какое-нибудь одно название. Одно не могу сказать. Если что-то мне не очень нравится, я просто не допускаю ее до репертуара, и не записываю, и не исполняю. Если что-то у меня получается такое, что мне кажется не очень интересно. Но существует здесь общее место, что проходит время, и переоценка существует и собственного творчества. Конечно, да. И того. Такого не произошло? Нет, не произошло, потому что в разные периоды, ну разная жизнь, разные ощущения, разное понимание. То есть принципиально ничего у меня не переосмыслено, принципиально. Но, конечно, все меняется со временем. И вот мы с самого начала пытались всегда… Ну, собственно, я и так группу собрал по этому принципу, и дальше мы пытались работать по принципу, который декларировали «Битлз». То есть, чтобы каждый музыкант, от каждого музыканта шла какая-то вот… Собственный драйв, собственный… Не драйв, неправильно сказать. Какой-то музыкальный имидж, стержень, чтобы от каждого музыканта был. Чтобы не было… Ну, сейчас попробую более ясно изъясниться. Вот есть принцип авторской песни. Да. То есть, автор-исполнитель это называется. Да. У нас в стране практически все рок-группы, ну, почти все, я не знаю, сейчас не приходит в голову исключений. Именно по этому принципу существует. Один лидер, который пишет песни и музыку и тексты, и он исполняет их. А остальные, в принципе, аккомпанируют. Хорошо или плохо. Вот сейчас, допустим, я представил себе пример «Машины времени», представил, как обиделся Кутиков. Нет, «Машины времени» это, наверное, единственные, кто, наверное, кто в этом смысле исключение. Потому что есть еще там Сашка Кутик, который тоже немаловажную роль играет. Поэтому, а еще кто? Да, пожалуй, что так. Вот я это имею в виду. Причем это не значит, что они как-то хуже, наоборот, великолепные у нас есть музыканты. Очень мне нравятся. Но они все равно построены по этому принципу. То есть, условно говоря, мы берем аквариум, и Борис Борисович Гребенщиков, он может выступать с людьми аквариумов. Аквариумов нет, это слово только. А музыки там нет. В смысле, нет группы аквариумов. Потому что он может менять их каждый, как что, собственно, и делает часто за это время. И любая группа так. ДДТ. Мы это к чему ведем? Гравюру, что цветы – это что? Это коллективная творчество? К чему вообще мы подводили? Да, пытаемся мы это сделать. То есть, мы с самого начала пытались всегда идти по этому принципу. Группа цветы работает над... Да, в 69-м году я сделал группу, которая, в общем, так и была. То есть, она не была построена по принципу авторской песни. Автор-исполнитель. Я не автор-исполнитель. То есть, у нас все время были разные солистов. Никогда одного солиста даже не было. Всегда пели несколько человек. За всю историю, за 50 лет. Поэтому, и по сей день так. То есть, мы поем не только свои песни. Так же, как и «Битлз» пели не только свои песни. Ну, и только в самом начале. Они пели не свои песни. Прям только-только, вот еще когда в «Гамбурге» играли. Уже последовало себе первых пару альбомов. Во-первых, да. А во-вторых, я могу еще несколько песен сказать, даже в более зрелом возрасте, которые тоже не их. Но они меньше, больше пели свои. Ну, так же и у нас, тоже до концу где-то больше свои. Так же и у нас, казалось бы, Стас, наверное. Но формально, действительно, мы пытаемся, вот как-то не специально пытаемся. Просто мне это близко, мне это понятно. Я считаю, что это красиво. И действительно, каждый человек в группе должен нести такое-какое-то... Формально у нас по формату передача заканчивается желанием, которое загадывает гость нашему дяде Володе. Золотая рыбка, который карась. Вот он, дядя Володя. Какое желание есть у Стаса Намина, которое он готов озвучить в этой студии? Женечка, имеет смысл загадывать ей желание, если у нее соответствующее отчество и фамилия? Понятно. Хорошо, мы можем назвать его Владимир Владимирович Путин, кстати. Тогда другой разговор, тогда имеет смысл желание, а так Володя. Какие будут пожелания Владимира Владимировича Путина тогда? Владимир Владимировича пожелания? Послушать Джимми Хендрикса, Лен Зеппелин, Стинга. Сейчас недавно вышел, ну не недавно, а несколько лет назад потрясающий концерт. Питер Габриэл и Стинг вдвоем. Два моих любимых музыканта. Вдруг вдвоем играют гениальную совершенно музыку. Вообще в музыке есть какая-то такая, какая-то вибрация, которая настраивает на очень добрые, хорошие, какие-то романтические ноты. То есть у меня именно это пожелание. Ну что ж, мы знаем, что Владимир Владимирович Путин сам музицирует. Мы не раз это видели, сам поет. Поэтому от музыканта это вполне, я считаю, форматное пожелание. У меня пожелание будет увидеть этого музыканта в этой студии еще раз. Спасибо, что пришел. Спасибо. Спасибо.